И в продолжение новогодней темы Белгородская галерея фотоискусства имени Виталия Собровина проводит акцию по сбору рождественских открыток, фотографий и ёлочных игрушек. Экспонаты пополнят выставку, которая откроется 20 декабря. О тех, кто поделился своей историей в сюжете Дианы Калединовой. Поздравляем вас с новым 1955 годом. Открытое праздничное письмо с подобным текстом, пожалуй, хранится у каждого. В личном архиве Александра Дорогана таких несколько сотен. Свою коллекцию он собирает с самого рождения. Помимо советских открыток, есть фоторепродукции 1898 года, а также поздравления на немецком языке. У каждого экспоната своя уникальная история. В нашей квартире, ну там не квартира, по сути дела, домики, это была улица Ворошилова 6, там жили и находились немцы. После их изгнания из Белгорода остались вещи какие-то старинные, их вещи, оружие там прочее. И в частности, после возвращения в августе-сентябре моих родителей, вот оказались эти открытки. А еще Александр Дороган ведет настоящую фотолетопись Белгорода. С 17 лет фотографирует городские пейзажи, памятные места и людей. Часть снимков тоже принес на новогоднюю выставку в галерею фотоискусства. Все, что изображено на фотографиях, на фотооткрытках, они могут быть рисованными, они могут быть чисто фотографическими, да, или же какими-то способами отпечатаны. Это отражение своего времени. А раз это отражение своего времени, то для любого интересующегося прошлым, своей семьи, своей родины малой, это интересно. Это прежде всего интересно. И это познавательно, и это поучительно. Белгородский фотограф Юрий Ерохин в своем семейном архиве нашел 25 снимков на новогоднюю тематику. Признается, неоднократно перелистывает семейный фотоальбом и оттуда черпает вдохновение для своих будущих работ. Самая старая фотография, вот, есть 52-го года, тоже семейная моя, где изображены мои две тети, двоюродные, так скажем. Вот. А самая молодая, ну, тоже считается ретро-фотографией, это фотография 86-го года, где изображен я и мой брат. Тут особой, конечно, композиции нету, это все любительские фотографии, но тут важно понимать, что фотография, она даже любительская, она дышит. Она является каким-то таким источником вдохновения, как для профессионала, так и для любителя. В преддверии Нового года галерея фотоискусства имени Виталия Собровина проводит традиционную акцию по сбору рождественских открыток, фотографий и елочных игрушек. Десятки белгородцев в ней уже приняли участие. Организаторы ждут еще больше интересных экспонатов, чтобы в деталях изучить историю любимого зимнего праздника в Белгороде. Если что-то в архивах белгородцев осталось, то можно это принести, это все потом вам вернется, но сначала все это превратится в маленькую такую комнатку, эхо прошлого, такой маленький новогодний праздник. Наша акция проводится до 12 декабря. Мы с удовольствием примем все ваши экспонаты, раритеты, то, что вам дорого и ценно. Выставка «Новогодняя история» фотогалереи имени Собровина откроется 20 декабря. Диана Калединова, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.